Я начинал вот с чего. Стал писать системы, в том числе для софта, которые были нужны мне самому, чтобы решить определенные научные задачи. Постепенно я понял, то, что я делаю, на самом деле интересно и помогает другим. Тогда-то мне пришло в голову создать компанию и заниматься этим профессионально. Мне тогда было 20, и я начал свой бизнес. Моя первая ошибка — я знал и понимал, какую компанию хочу видеть, и мог бы сам заниматься ее развитием. Но я нанял профессионального управленца. Мне казалось, он лучше меня знает, как вести бизнес. Никакой катастрофы, конечно, не случилось. Компания хорошо развивалась, но все равно это было неправильно. Сейчас я это понимаю, и когда я основал другую компанию, я решил сам всем управлять. Моя личная теория о том, как основать бизнес и сделать так, чтобы он хорошо работал, заключается в следующем. Сам затеял, сам все и делай. Если ты понимаешь все функции в организации, то можешь нанять людей и все им объяснить, а потом следить за ними. Но если ты сам не понимаешь, зачем то или это, кого бы ты ни нанял, все пойдет не так. Вот многие говорят, ой, да я в этом вообще не разбираюсь, так что лучше делегируй кому-нибудь. Это ошибка. Если у тебя хватило ума придумать концепцию или продукт, то хватит мозгов и на то, чтобы разобраться с остальным. Еще один выход, к которому я пришел, если ты сам не используешь свой продукт, это очень плохой знак. Ты должен создать то, что нужно тебе самому. Я так и сделал. И я всегда знал, какие есть недочеты и что надо улучшить. Я ведь сам пользовался своими технологиями. И в конце концов, создавая что-то в очередной раз, я понимал, как минимум один пользователь у этой штуки точно есть. Потом, как правило, их становилось гораздо больше. Еще одна важная вещь. Вам все время нужно держать руку на пульсе. В мире столько всего происходит. Вам нужно все это понимать и как-то реагировать, а не думать, я делаю только так и так будет всегда. Для меня лично всегда было очень важно использовать самые лучшие, самые современные и передовые технологии, которые только есть. Я, к примеру, очень рано научился пользоваться компьютером. Я работал с наукой, и мне очень нравилось использовать компьютер для вычислений при написании научных трудов. Меня всегда спрашивали, как же ты все это проделал? Вычисления были просто гигантские. Как ты умудрился все это просчитать? О компьютерах они тогда и не слышали. Если говорить об инвестициях, я лично стараюсь ими особенно не увлекаться. Сам не прошу и в другие проекты не вкладываю. Мы просто построили в компании такую систему, когда стартапы реализуются внутри организации. Мы создаем разработки, основанные на наших же технологиях. План Б на сайте rbk.ru